Ну, я, в общем, счастливый человек. Мне повезло, в некотором смысле, побывать и в Арктике, и в Антарктике, потому что даже не всем нашим сотрудникам удается побывать именно там и там. Но вот у меня больше 20 экспедиций, то есть это достаточно такой объемный, скажем, опыт. И, наверное, что самое ценное, удалось поработать с очень разными людьми из разных специальностей, из смежных каких-то специальностей. И все это очень, знаете, такое, в некоторых случаях, такое, знаете, давало какие-то новые направления, новые какие-то движения. Сотрудничество, в плане сотрудничества. И это, конечно, очень здорово. Чтобы люди узнавали, в принципе, чем занимается наш институт, например, чем занимаются полярники, в принципе, чем занимаются океанологи, как специальности. И если это интересно людям, то чтобы они, к примеру, шли в это направление, в перспективе, там, молодые люди или там школьники те же самые. Поэтому вот одна из наших задач – это просто людям хотя бы сказать, что вот есть такое направление, которым можно заниматься. Что есть вот такой институт огромный, единственный в России, который занимается этим направлением. Что есть ряд специальностей, например, да, интересных, которые можно связать с этим направлением. В принципе, все профессии нужны, все профессии важны, потому что сейчас мы, скажем так, расширяем свои такие, знаете, то есть мы в некотором смысле универсальные ученые, да, то есть мы должны уметь делать много всего, много всего и много всего сразу. То есть мы должны быть такими, знаете, многосторонними и очень много компетенций, чтобы у нас было. Поэтому практически все какие-то специальности или какие-то направления, они все, в общем-то, очень востребованы, и в том числе и в нашей тематике. Нельзя вот выделить какую-то там определенную. Арктика – это совершенно другой мир, который тоже, в общем-то, не похож ни на что, хотя Арктика как бы ближе к нам, да, то есть мы можем практически сесть на машину и ехать до Арктики. Но все равно, когда ты вот приезжаешь именно на высокоширотную Арктику, да, а я занимаюсь именно на высокоширотной Арктике, там, конечно, все совершенно в другом. Невозможно не сравнить и не стоит сравнивать, и не стоит как-то вот выделять. Это два, абсолютно два разных мира. Знаете, я считаю, что все должно быть в свое время. То есть мы живем в современную эпоху, должны быть современные оборудования, современные условия, комфортные современные условия. И в первую очередь, ну, наверное, вот этот в некотором смысле героизм, да, который был когда-то, да, он должен немножко уходить на какой-то второй план. То есть мы должны быть профессионалами, мы должны заниматься в первую очередь работой. Чтобы заниматься профессиональной работой, у нас должно быть профессиональное оборудование и максимально комфортные условия. Все, больше для этого ничего не нужно. Ну, и мы должны, естественно, соответствовать, мы должны быть в своей компетенции, должны быть профессионалами. Поэтому, знаете, нет, я считаю, что мы должны двигаться только вперед. не нужно никуда никого загонять люди если им это интересно они всегда сами придут нужно об этом рассказывать что вот есть такая возможность прийти послушать лекцию прийти соприкоснуться там написать диктант например какой-то послушать в принципе какого-то человека который с этим соприкасается или или работает в этом направлении вот дачи мы с этого начинали чем больше этого будет тем лучше на мой взгляд потому что это приносит и нам пользу как ученым и для нас полезно или людей которые что-то узнают хотим новое это тоже полезно вот у меня дочка и 4 года она уже понимает что такое звери что такое лед что такое холод что такое тепло ну вот почему нет почему принципе из такого возраста она уже осознанный человек который может разбирать там вот на каких-то простых вещах что и что вы увидите то что не видели огромное количество людей своими глазами фотографии это понятно фильмы это понятно но когда вы попадаете вы именно вот в это состояние да это совершенно другие ощущения когда вы будут прочувствуете на себе да вот его весь холод там может быть или какой-то ветер вы можете поучаствовать в совершенно уникальных проектах научных в которых опять таки никто этим например не занимался артика это огромное белое пятно там еще очень 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 много чего что можно изучать вы можете стать в буквальном смысле перед открывателем какого-то нового явление например или какого-то нового там не знаю просто событие что что-то может такое произойти и вот вы можете быть первым человеком вот для ученого это мне кажется очень ценно да и я думаю что и любого другого человека там привлекает ну и третье это что еще можно сказать это наверное люди потому что туда едут люди совершенно абсолютно разнообразные наверное это то место где вы можете встретить из разных абсолютно таких вот специальностей людей и вместе с ними поработать это тоже уникальный мне кажется опыт который не везде возможно вот прочувствовать или как-то реализовать примеру здесь самое главное это хорошо питаться еда это наша энергия это наше тепло это самое первое холды не нужно бояться он такой же как и везде в арктике зачастую ну как сам самое неприятное это ветер точно такой же ветер как и везде такого чтобы прям катастрофического холода что там замерзаете и умираете от этого нет конечно то есть вас спасает одежды и сейчас прекрасные есть специальная одежда вот собственно и все